Неприятные новости всю неделю приходят с Донбасса. На фронте горячо каждый день. Только за минувшие сутки произошло почти три десятка обстрелов. О ситуации на Донбассе знает наш военкор Геннадий Вивденко. Основные события на линии фронта это обстрелы со стороны оккупантов, которые учащаются день за днём. На этой неделе есть потери среди военных. В районе Водянова в Приазовье от гранатомётного огня погиб морской пехотинец Максим Авдиенко. Семь бойцов на протяжении этой недели были ранены. Ну какое уж тут перемирие. Нашим бойцам приходилось открывать ответный огонь на подавление. Приходилось, проходилось. В основном в ночное время суток. В ночное время суток, потому что как бы обосенят, они этим моментом пользуются. Но вот тяжёлую артиллерию боевики с начала недели не использовали. И это время условного перемирия украинские войска максимально используют для укрепления своих позиций. Использовать надо каждый момент тишины, чтобы твоя жизнь зависит от того, как ты укопался, как ты оборудовал свою точку. Водим спостережение за противником. Насколько он активный, но что-то в последнее время не алёвое. Они окапываются, и мы окапываемся. Пока есть час. Если начнется активная фаза, то уже не до того будет. Тогда уже надо будет тут на пустой пути. Прокопная война. И так и выходит, что ни войны, ни меры. Но на передовой говорят, на следующей неделе противник, вероятно, может усилить провокации. В совместном центре контроля и координации заявили, что со стороны российских оккупантов идёт развертывание до 500 единиц бронетехники и артсистем. По данным из наших источников, они группируются на линии фронта вблизи оккупированных Луганска и Горловки. Эту информацию сейчас изучает украинское командование. Противник просто наращивает силы, противник ведёт инженерные работы, причём такими ударными темпами. То есть, ну, к чему-то готовится противник. Ну, как бы мы тоже ждём, мы знаем, готовимся. И сегодня впервые с начала школьного перемирия штаб операции объединённых сил зафиксировал обстрел украинских позиций и 152-мм орудий. Это произошло в районе посёлка Крымское в Луганской области. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Подробности недели. Телеканал Интер.